день добрый здравствуйте еще раз мирного ирина с вами опять же и давайте мы с вами поговорим о тех недочетах которые мы умудрились сделать когда стали учиться правильно публиковать наши статьи начинаем с того что первое что я хоть на что хотела обратить внимание вот посмотрите вот пятница пост дня вот татьяна студеникина все сделала правильно кроме одного надо было пятница написать большими буквами тогда может быть на него обратили больше внимания смотрите вот эта публикация сделана 17 часов назад сегодня сейчас у меня время где-то 17 часов где-то в час ночи было сейчас ночи она не спала как мы договаривались не спится она публикует пишет что это поздня и первая ее публикация вот сделано здесь потом все остальные просто добавляют сюда в комментарии свою статью вот как опять добавлять давайте еще раз покажу я хочу сегодня добавить вот эту статью что я делаю я копирую вот эту ссылку выхожу сюда сюда выхожу и просто в комментарии вставляю эту ссылку больше здесь практически ничего не надо я ее отправляю и она ведь она сама с собой здесь появляется все никаких проблем теперь что я делаю дальше теперь я захожу вот сюда в статус и еще раз эту ссылку опубликуем вот так вот и вот она здесь появляется это я делаю для того чтобы если какие-то проблемы на моей этой под записи вы заходите сюда в комментарии и в этом комментарии пишите мне ирина у вас такая-то там проблема или там что-то вы захотели похвалить или еще что-то научим это исключительно вот для рабочих для таких рабочих моментов теперь вы знаете что произошло значит татьяна вот так как она наверное здесь мелко написала то он после нее а так как девочки вот здесь опубликовали свои статьи посмотрите ася антипочкина зашла не увидела то что опубликовала татьяна и еще раз начала публикации пятницу статьи а теперь смотрите вот ее публикации и к ней присоединилась еще пять комментариев это те люди которые пришли позже и они оставили свои статьи для расшаривания здесь а то что сделала татьяна ушло далеко вниз где она тут у нас потерялась раз найдем его вот она она ушла далеко вниз и здесь еще 19 комментариев вы видите что делать вот надо для того чтобы пройти все было в одном месте получилось что надо пройти здесь а потом зайти еще к и у вас еще пройти поэтому девочки будьте внимательно особенно если вы заходите там не в два часа ночи не в час ночи а заходите там например когда у вас уже там восемь утра или девять утра обязательно поищите кто-то уже опубликовал кто-то начал уже пост дня теперь обратите внимание вот еще на что вы посмотрите я где-то здесь видела у нас у аси по-моему вот эти не нам сандлер написала что ася я не нашла ссылок вот этого здесь делать не надо здесь у нас просто идут вот видите и алексина написала ася ссылки на статьи не нашли видите вот одна запись и вторая запись те которые здесь не должны были быть это у нас список статей по которым надо идти и теперь смотрите надо было ними зайти на вот отдельно опубликованную статью аси аси как как раз кстати по моему такую статью такую ссылку и не сделала ей принципе девочки правильно здесь написали почему потому что нету у ася отдельной публикации то есть вот будьте внимательны вот для этого мы специально пишем потому что каждый потом заходит на свою статью видит свои ошибки он может и не заметить здесь какую-то информацию понимаете то есть вот это вот нужно отточить так чтобы это было ну более удобоваримо будем говорить поэтому первое что мы делаем еще раз повторяю тот кто первый у нас встал проверил там час в двенадцать ночи в два часа ночи увидел что не опубликован пост дня он публикует пост дня а уже в комментариях вот эти как татьяна написала да а уже в комментариях к нему мы эти вещи все пишем это первое второе мы обязательно публикуем отдельно свой пост для того чтобы получить какие-то замечания если эти замечания у нас есть дальше мы пишем вот этот пост дня вот например пятница мы пишем заглавными буквами тогда на на него будет ну он будет выделяться и как-то больше внимания привлекать еще один момент на который я хотела бы обратить ваше внимание это момент вот этот вот посмотрите вот видите вот здесь сразу видно сколько раз человек сколько вернее человек заходило вот на эту статью вот на эту статью зашло 19 человек 19 человек ее расшарили здесь тоже 19 человек вот видите здесь почему-то 15 человек значит здесь 18 человек значит знаете какая ошибка произошла здесь тоже 15 Ошибка произошла такая. Вот посмотрите, если сейчас я попробую найти, но я боюсь, что я уже открыла. Помните, когда я начинала, вот здесь было написано еще столько-то человек, посмотрите все комментарии. Вот обязательно открывайте эту ссылку, посмотрите все комментарии. Иначе вы просто упустите некоторых людей. Ну еще один момент. Если у вас, у кого-то около рядом с ссылкой стоит нравится, значит вы просто не прошли по этому блогу. Значит вам отсюда зайти и написать, что сделать все вопросы и кликнуть. Нравится у вас здесь будет написано, мне нравится. Тогда будет вам ясно и понятно, такая меточка будет по поводу того, что вы на этом блоге уже были. Так, ну это наверное вот все то, что у нас по публикации Фейсбука. Теперь смотрите, еще один момент. Кто-то говорил, говорит, я зашла в группу и не увидела вашу... и не увидела вашу ссылку. Обращайте внимание вот на эти ссылки. Здесь может быть не быть рабочей ссылкой, а вот эта вот ссылка будет обязательно рабочей. Так, теперь по поводу добавлений в группе. Сегодня захожу, у нас вот видите 42 участника. Сегодня захожу, у меня 65 участников. Девочки, я хотела вам сказать, знаете что, вот то, что мы сейчас с вами делаем, мы делаем бесплатно. Я собираюсь эти группы делать платно. Поэтому вы должны понять, что наверное в эту группу могу пригласить только я кого-либо. Это первое. Второе. Вот посмотрите, я знаю, что вы очень хорошо относитесь ко всем нашим, например, преподавателям. Вот Сашу Резуна, Оксану Бычкунову. Я убираю все время из группы постоянно. Мне просто неприятно это делать. То есть, ну как-то вот какое-то такое отношение получается. Люди просто могут о нас подумать, не зная о чего. Почему? Потому что люди даже не знают, в какую группу вы их пригласили. Ведь этим людям не нужно продвижение. Ни Оксане Бычкуновой не надо, ни Саше Резуну. Этого не надо. У них свои там проблемы, у них своя направленность. Здесь собрались конкретные люди, которые хотят вместе обучаться вот в определенном направлении. Поэтому не надо никого приглашать со стороны. Мы уже с вами прекратили набор в группу. А я когда начинаю удалять, у меня вот видите, Лену Рубину случайно удалила совершенно. Вот поэтому просто давайте договоримся, что больше вы никого не приглашаете в эту группу. Еще один момент. У меня такой момент появился какой-то вот такой, что видео многие многие не смотрят, а просто читают домашнее задание. Поэтому постарайтесь, пожалуйста, видео просмотреть, потому что я это не первый раз уже говорю. И все равно люди приглашают людей сюда в группу. Будьте внимательны. Договорились? Так, это практически все по работе над ошибками. Теперь то, что мы собираемся делать дальше. А дальше мы собираемся делать следующее. Значит, опять я прошу прощения, но у меня по семейным обстоятельствам завтра и послезавтра будут не заняты. Я буду опять на загородном. И сейчас пытаюсь пробить хороший интернет туда, потому что если бы был интернет, можно было бы работать, никаких проблем бы не было. Время есть свободное. Но я просто не могу работать, потому что скорости интернета нет. Поэтому я завтра-послезавтра вынуждена находиться там. И завтра-послезавтра меня не будет. Но я появляюсь 6 числа. А 6 это у нас май. У нас мы сейчас начинаем параллельно работать с несколькими инструментами. Значит, следующий инструмент, который мы осваиваем, а мы будем продолжать работать с соцсетями, с этими инструментами будем продолжать работать. То есть постепенно, пошагово. Но нам нужно, чтобы все эти инструменты работали в комплексе. Поэтому следующий инструмент у нас будет это работа с виртуальной открыткой. По созданию виртуальной открытки. Вирусной виртуальной открытки. Поэтому я прошу сделать следующее. У нас впереди практически последний праздник, который мы можем использовать для такой очень хорошей, серьезной работы. Поэтому я прошу, за эти два дня, у кого будет время, пожалуйста, соберите свои какие-то музыкальные фрагменты по 9 мая. Этот праздник у нас очень хорошо помогает привлечь людей к нам с вами на блог. Значит, музыкальные фрагменты. Посмотрите какие-то открытки, фотографии. Вот я подготовила, я сейчас вам покажу. Я подготовила, вот у меня уже заготовлено, я очень долго работала с этим вопросом, потому что надо действительно очень хорошую сделать открытку, такая, сами понимаете, что праздник такой святой. То есть я пыталась, я подобрала музыкальный фрагмент, песню хорошую подобрала, и вот подбирала специальные фотографии, которые потом буду вот все включать в эту виртуальную открытку. Я прошу вас к 6 мая подготовить с запасом какие-либо фотографии, какие-то открытки, продумать, что бы вы хотели сказать на этой открытке. И мы с вами понедельник, вторник и среду будем работать с виртуальной открыткой, с теми моментами, которые необходимы именно вот конкретно на этой виртуальной открытке. Не надо только думать о том, что это виртуальная открытка, эту вирусную можно сделать только на каком-то одном инструменте, только на каком-то одном конструкторе. Я буду вам показывать один конструктор, у нас в группе очень много девочек, которые хорошо владеют разными конструкторами. Значит, вполне вероятно, что им там мои уроки вот эти 2-3 дня и не понадобятся. Но у кого нет конструктора, у кого есть проблемы с вирусными открытками, мы будем с вами вплотную работать на этих инструментах. Все, вот на сегодняшний день работа вот такая у нас. Я надеюсь, что все все поняли, о чем я говорила. И поздравляю вас с наступающими, кто, конечно, отмечает такие религиозные праздники, как Пасха. Жду вас в понедельник. В понедельник будем продолжать работу. Всего доброго. С вами была Смирнова Ирина. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok